Музыка Привет-привет! Привет-привет! На канале Якин Сама! Где развивающие игры мы делаем своими руками. Соня, сегодня у нас игра и эксперимент. Мы будем тушить огонь газом, углекислым. Мы когда дышим, выдыхаем углекислый газ. Также его очень много на Марсе, вместо воздуха. Да, им нельзя дышать. И он не поддерживает горение. В нем огонь не горит. Эксперимент достаточно простой. Для этого нам нужны следующие предметы. Обычная стеклянная бутылка. Пищевая сода. Уксус. Обычный стакан стеклянный. Свечка. И спички. Для начала возьми свечку и опусти ее в стакан. Просто опусти ее в стаканчик. Все? Бросаем. Молодец. Теперь насыпаем соду в бутылку с помощью ложки. Ложку. Открываем соду. Сколько ложек нам нужно насыпать? Да сколько угодно. Давай насыпем. Даже дистрифт. Две ложки насыпем. Одна ложка. И еще одна. Добавляем поле. Молодец. Соня, теперь наливай туда уксус. Соду убираем. Давай немножко. Возьми теперь уксус. Откроем крышку. Аккуратно с уксусом. Это все-таки кислота какая-никакая. Сейчас я тебе помогу. И наливаем и посмотрим, что будет. Чуть-чуть. О. Опа. Шипит. Соня, сейчас... Поднимай, что вверх, что тут вулкан. Да. Нет, мы налили немножко. Соня, сейчас получается реакция, которая нарисована у тебя сзади на колбе. Соня, выделяется углекислый газ. И он сейчас находится прямо в бутылке. Углекислый газ. Это я уже. Теперь самая опасная часть эксперимента это огонь. Спички. Поэтому напоминаем еще раз всем зрителям, что спички детям... Не нужно. Потому что это очень опасно. Мама, давай, только со взрослыми. Сжигаем спичку. Зажигай палочку. Поджигай палочку. Зажигай, мама, свечку этой палочкой, потому что по-другому мы не зажжем. Она не потухнет. Зажигай свечку. Вот так. А теперь, Соня, самый простой способ узнать, что сейчас углекислый газ находится в бутылке. Мама, опускай. Смотри, что произойдет. Опускай лучину в бутылку. Сейчас я опускаю. Оп. Все, она потухла. Да можно так далеко не опускать даже. Потух. Огонь. Соня, теперь можешь ты потушить огонь. Для этого тебе нужно взять бутылку и аккуратно перелить... Смотри, там жидкость внизу. Перелить газ. Он тяжелее воздуха. Перелить газ прямо в стакан. В невидимый газ. Переливай. Переливай газ. Опа! Все. А теперь короткая игра на развитие гибкости мышления, шире мысли. Соня, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. В чем опасность огня? Почему постоянно предупреждают, что это опасно? Играть с огнем. Потому что мой дом может гореть. А еще? Или не все соседи выбежат от своих домов. Домов, да? Может и скидок поварит. Может случиться пожар, да? И это очень опасно. Или кошка залит на кушу, или еще кое сейчас может загореть. Ой. Или кошка зайдет на пожар. Но мы запомнили, да, что это не игрушки? Или кошка зайдет посмотреть пожар или горит кошка. Кошка может загореть. И второй вопрос, София. На Марсе, как мы уже знаем, нет воздуха. Вместо него углекислый газ. Там нельзя дышать, нельзя развести огонь. Но тем не менее, через 6 лет люди собрались лететь на Марс. Опа! Опа! Как ты думаешь, представляешь новость? Как ты думаешь, как они там будут жить? Без воздуха. В таком газе, который у нас сейчас в бутылке. Вон там вокруг них, вместо воздуха. Он сейчас скажет, чтобы они не летели на Марс. Там много идти. Будем... Мама, будем писать Илону Мацку письмо. Илон, не посылай никого на Марс. Нет, ну как ты думаешь, как они там будут выживать? Они там вкопаются в землю. В землю вкопаются? Как червяки. Наверное, Соня имеет в виду, что они будут жить под землей. Под землей? А, построят базу подземную. Да? Да, и там будут дышать кислороны. Вроде как на Марсе, а вроде как под землей, да, Соня? Ну и все логично очень даже. Соня, а теперь мы будем прощаться? Да. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока! Пока! Вот сюда. Молодец. Молодец. Пока!